Откровение бывшей няни Пугачёвой и Галкина Бывшая няня Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, на чём по причине находилась их дочь Елизавета, рассказала о жизни в замке. По словам женщины, она боялась сделать ошибку, ведь тогда бы ей пришлось отвечать перед всей страной. Дети у Аллы Пугачёвой и Максима Галкина появились несколько лет назад. Их им даровала суррогатная мать. После рождения Лизы и Гарри, Примадонна каждому из них подобрала няню. Дети живут в разных комнатах и присматривают за ними разные женщины. До недавнего времени Лизу нянчила Валентина Юдина. Однако сейчас она решила сменить профессию и рассталась с Пугачёвой. Узнав это, журналисты немедленно связались с Юдиной, чтобы узнать, как ей жилой в замке Аллы и Максима. С дочкой Аллы Борисовны я была с самого первого дня. Помню, как крошечных двойняшек привезли из роддома. Красивую форму гувернанта для нас шил стилист Аллы Борисовны, Алишер. Очень волновалась, когда пришла работать к Алле Борисовне. «Всё-таки такая знаменитая семья, вдруг что-то не так сделаю», – начала свой рассказ Валентина. Юдину взяли няньки с постоянным проживанием. Ведь за маленьким ребёнком нужен постоянный контроль. Хотя, по признанию Валентины, её подопечная не была проблемным ребёнком. Она практически не шалила. С утра давала выспаться. Но каждый раз, когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль. «Если, наибух, с ребёнком что-то случится, придётся отвечать перед всей страной. Смотришь, как спит она, как повернулась. За ребёночка из особенной семьи тоже переживаешь. А тут двойная ответственность», – рассказала Юдина. «Всё-таки такая знаменитая семья, когда Лиза засыпала, что-то не так сделаю».